всем доброго дня на связи с вами злата метлушка и сегодня мы поговорим о том как помочь нашим растениям пережить жару действительно у нас в этом году аномальное лето и конечно же наши растения страдают вот я даже сегодня не как обычно да на фоне своих растений потому что там у меня очень темно поэтому нашла самое светлое место все у меня занавешено от солнца нашла самое светлое место чтобы с вами пообщаться у меня тут вот еще ходит вот такой вот помощник потом вам привет передает того такой помощник у меня еще тут уходит возле меня и помогает мне снимать это видео значит что я хотела сказать по поводу жары естественно страдает у нас цветение растений это не самое главное да для нас самое главное сохранить свои сохранить саму растение чтобы в тот период когда жара у нас все-таки спадет мы мы бы могли насладиться в полной мере цветением растения значит что же нам нужно делать в первую очередь это конечно же притенять растение притенять окна то есть это может быть ткань то есть если ткани недостаточную и у вас как у меня например очень солнечная сторона я дополнительно еще беру бумагу различной плотности то есть смотрю какой мне нужно плотности бумага которая больше пропускает света которая меньше пропускает света и поэтому сейчас в жару у меня все окна закрыты от солнца то есть этот период мы каким-то образом должны пережить чтобы сохранить всю коллекцию чтобы не пострадали сами маточные растения то есть мы их притеняем обязательно дальше если у вас есть возможность до установить в помещении где находится растение кондиционер это было бы очень здорово было бы здорово и для вас и для растений то есть это вы делаете на несколько лет обязательно повышение влажности почему потому что в этот период особенно сухой воздух в разных климатических зонах конечно это по-разному у кого-то более влажный климат у кого-то менее влажный климат но что тут вот плохо да вот когда вот такая сухость и жара вы начинаете поливать растения вам кажется что они плохо полит и именно в этот период вы можете залить растение очень просто вам кажется что новиалы она восстанавливает тургор и при этом земля может не просыхать это вот очень и очень важный очень опасный момент что вы можете залить ваши растения значит поэтому вы видите если вы видите что растение вялое до что листья начинают желтеть конь кончики тут у меня помощник ходит камер трясет если растение начинает желтеть листья и как бы кончики растения очень сильно сохнут то вы должны естественно использовать увлажнитель воздуха обязательно то есть постоянно у вас должен быть включен увлажнитель воздуха либо дополнительно можно еще опрыскивать растение из пульверизатора то есть если у вас фиалки то вы тоже не бойтесь данный в данном случае опрыскивать растения фиалки даже да и galaxy не им ничего от этого не будет это очень старая и давно уже не актуально и устаревшие убеждение что нельзя эти растения опрыскивать поэтому смело опрыскивайте свои растения но естественно после того как вы защитили от солнечных лучей чтобы не было дополнительного перегрева но и конечно увлажнение воздуха как говорится очень важно для нас и обязательно проверяйте грунт то есть если ваше растение вял и это не значит что ему недостаточно влаги просто могли его залить вот в этот период еще раз повторюсь очень опасны когда растение можно залить проверяйте обязательно грунт вот поэтому я думаю что вот такие небольшие моменты по спасению ваших растений я вот поделилась о том как как я это делаю да по возможности убирать какие-то растения в более на более низкие полки до которые более тяжело переживают жару естественно мы не можем в этот период от растения требовать цветения лучше удалять бутоны дождаться более благоприятного времени потому что бутоны могут начинать засыхать то есть у вас не получится ни цветения и растения как бы израсходует свои силы можно сказать зря поэтому обрезайте бутоны подкармливайте растения сохраняйте свои прекрасные маточники и дождитесь более благоприятного периода для цветения желаю вам пышного и обильного цветения не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч